Долгожданное лето обрушилось на Десногорск невероятной жарой. Температура воздуха бьет все немыслимые рекорды. Но экваториальный зной приходится по вкусу далеко не всем. Как такие условия переносят жители Атомграда, выяснила наша съемочная группа. Оранжевый уровень опасности по всему региону. Плюс 35-37 градусов жары и никакого намека на освежающий дождь. На небе не облачко. Многие считают, что лето обязано быть таким и ловят каждый момент разогнавшегося июня. Привычные лакомства, употребляемые в жару, на самом деле не облегчают состояние. И если снимают симптомы перегрева, то только на время. Мороженое и лимонады содержат слишком много сахара, что вызывает повышенную жажду. Лучшее средство от нее – чистая минеральная вода. Для того, чтобы избежать негативного воздействия жары на организм, необходимо соблюдать простые правила. Во-первых, это нужно обеспечивать достаточный питьевой режим. То есть нужно употреблять жидкость в количестве 3-4 литра по потребности. Принимать нужно воду, либо минеральную воду, употреблять ее равномерными частями в течение дня. Тяжелый знойный воздух окутывает город. Не спрятаться даже в тени. Остаться бы дома, но дела неукоснительно зовут на улицу. Работу и домашние дела никто не отменял. Те, кому часто приходится бывать на солнцепёке, признаются, что такая температура под силу не всем. Нет, лето должно быть, наверное, комфортным для людей. Чтобы людям было комфортно. Все-таки это сильно очень жарко, конечно, для людей. Когда температура воздуха переваливает за 30 градусов, значительно прибавляется работа и у медиков. Кроме дискомфорта, апатии, снижения работоспособности, которые испытывает каждый, бывают и куда более опасные состояния. Снижение давления, гипоксия, сердечные приступы – таких обращений в поликлинику становится больше. Но самый распространённый недуг – тепловые удары. Симптомы этого состояния таковы. На начальных стадиях появляются головокружение, тошнота, недомогание, выраженная слабость, головная боль. Если в этот период не оказать медицинскую помощь, то симптомы усугубляются. Повышается температура тела, появляется рвота, выраженная тахикардия, возможно даже учащение дыхания и одышка. В тяжёлых ситуациях развивается потеря сознания. Ну, в таких ситуациях нужно вызывать скорую помощь. Метеорологический прогноз обещает передышку уже к началу следующей недели. В выходные возможен дождь, а с понедельника температурный режим вернётся в климатические нормы. Но надолго ли? Ксения Ложкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.